Ну чё, ребят, всем здорова, с вами я, Бестик, сегодня мы находимся на проекте NextRP, это у нас центральный сервачок, и сегодня я вам расскажу реально действенный способ, по которому можно получить машину просто на халяву. Но прикол в том, что это не какая-то дешёвая машина, а эта машина с автосалона стоит около 4 миллионов рублей. Я, честно говоря, офигел с этой акцией, и сегодня я вам решил про неё рассказать. Так что, ребят, обязательно прожимайте цейцарский лайкосик, подписывайтесь на мой каналчик, также в данном видеоролике специально для вас я разыграю премиум аккаунт на 30 дней. Для того, чтобы его получить, вам нужно подписаться на мой каналчик, поставить лайк, и в комментариях по данным видеороликам написать никнейм и сервер, на котором вы играете. На 1000 лайков у нас будут итоги данного розыгрыша. Ребят, как вы помните, в прошлом видео я вам рассказывал о том, как можно получить ЗАЗ Родстер и ГАЗ-34 просто на халяву. Но эти машины, они уж не такие уж и дорогие. И сегодня я вам решил рассказать о том, каким образом можно на халяву получить Шевролет Импала. Да, я согласен, что эта машина не очень-то и красивая, но, возможно, она кому-то реально понравится. Короче, сейчас я вам обо всём расскажу. Короче, примерно два дня назад к нам на NextRP вот сюда вот в акции F4, заходите, акции, нам добавили один набор, который называется акция Двойной Беспредел. То есть вы покупаете наборы, а именно это набор воров и набор убийц. Первый набор у нас стоит 490 рублей, а второй набор у нас стоит 1490 рублей. Вам интересно, скорее всего, что вы из них получаете. В первом наборе воров вы получаете 3 кейса воров, вы получаете 1 винил, 1 набор новичка и 5 ремкомплектов. Во втором наборе убийц, который у нас стоит 1500 рублей, вы получаете 3 кейса, потом ещё 5 каких-то кейсов, 1 винил, 1 набор новичка и 10 ремкомплектов. Но это ещё не всё. Когда вы получаете сразу 2 этих комплекта, то есть вы их покупаете за 2000 рублей, вам выдаётся машина. А именно, это у нас Chevrolet Impala. Сейчас я вам её покажу, потому что я уже затестил этот набор и я реально это всё купил. Также, ну, я вам сейчас покажу то, что у меня реально имеются эти кейсики, сейчас мы вместе с вами их откроем. То есть вот у меня эти кейсики, но кейсы бригада вроде я уже 2 открыл. Так что у меня осталось всего лишь их 3. Короче, но это не суть. Сейчас я вам покажу саму машину, покажу сколько она у нас едет. И это, ребят, это реально очень круто. Это даже не Impala, это у нас Lincoln, я не знаю каким образом я их перепутал. Но ладно, короче, это не самое главное. Прикол в том, что эта машина имеет очень даже красивый внешний вид. Она у нас снималась в одном клипе, кто знает вообще, напишите в комментариях, что это был за клип. Но машина реально очень крутая. Но если вдруг она вам не понравилась, то вы просто можете продать её в ГОС. В ГОС она сейчас, я вам покажу сколько стоит, но прикол в том, что она едет 240 км в час. Чтобы вы понимали, вы получаете машину бесплатно. Она также едет 240 км в час, мне кажется, она даже дрифтит. Ну да, ребят, она как бы довольно неплохо дрифтит. И сейчас я вам всё-таки покажу, сколько стоит то, чтобы слить её в ГОС. И я вам расскажу также о том, сколько можно будет продать её на БУ-рынке. То есть, смотрите, мы подъезжаем вот сюда вот. И сейчас я вам показываю, сколько можно будет её слить в ГОС. То есть, вот она у нас, Lincoln Town Car. И она у нас в ГОС стоит 1 450 000. То есть, салона она у нас стоит 3 миллиона рублей. Мне кажется, это довольно неплохая цена для этой машины. То есть, на БУ-рынке её спокойно можно будет продать за 2 миллиона 300 тысяч. То есть, ребят, просто 2 миллиона 300 ниоткуда, чтобы вы понимали. Ну и ещё благодаря этому вам выдаются кейсики, которые мы сейчас вместе с вами откроем. И посмотрим, что из них может выпасть. Короче, мы сейчас заходим в F4. Мы заходим в кейсики. И вот они у нас эти кейсы. Давайте первым у нас откроем бригаду. Так, прокрутка у нас активирована. Призы тут довольно неплохие. Но мне кажется, всё-таки из этих кейсов нам вообще не повезёт. И не выпадет ничего нормального. Но реально были люди, которые из этих кейсов выбывали по 2 машины. И я просто не представляю, в какой плюс они просто уходили. Так, ну, кстати, премка на один день. Но мы не окупились, к сожалению. Хорошо, давайте сейчас откроем кейс армейский. Тут уже машины довольно лучше, я вам скажу. Короче, давайте его открываем. Я реально хочу выбить какую-то себе машину для того, чтобы у меня было уже побольше машин. Но потому что у меня их как-то маловато. И мне интересно, если машину отсюда выбить. То есть она будет реально в зелёной расцветке или что? Так, и нам выпадает, получается, анимация. Я продаю за 50 тысяч рублей. Хорошо, ну давайте ещё один армейский. В принципе, крутанём. И, ребят, после этого я вам покажу, сколько стоит тюнинг на эту машину. Потому что вам интересно реально, сколько можно будет убить на неё в тюнинг. Сколько вообще стоят детали на неё. Потому что мне кажется, что они будут крайне дешёвые. Короче, нам снова выпадает анимация за 50 тысяч рублей. И, короче, давайте снова листаем вниз. Это у нас... А, какой кейс опасный? Ну, кстати, тут довольно неплохие выигрыши. Я бы реально хотел себе сейчас что-то отсюда выбить. Потому что кейс у нас стоит 500 рублей. И мне кажется, это довольно нормальная цена. То есть, представляете? Представляете? Вы просто покупаете кейсы. Получается, три из них которых стоят просто полторы тысячи рублей. И у вас там остаются ещё кейсики. Я не знаю, сколько... Я думал, мне сейчас машина выпадет. Ну, кстати, 290 тысяч. Так-то нормально, я вам скажу. Короче, давайте кейс бригады крутанём ещё разок. Но, блин, я не знаю реально, выпадет ли мне что-то нормальное или нет. У меня просто даже представление, чтобы вы понимали, нету. Так, короче, смотрим, что у нас выпадает. Нам бы ещё скинчик, конечно, какой-то. Потому что... Вот гелик, это было бы прекрасно. Но жетоны, они мне нафиг не нужны. Короче, давайте армейский крутанём. Так, ну, в принципе, тут есть бабские скины. Если вдруг он мне выпадет, я могу его обменять просто на деньги. И это очень круто. Короче, смотрим, что нам падает. И нам падают сейчас по-любому какие-то очки. Ну, стой, стой, не-не-не. Короче, 40 тысяч у нас анимацией выпадает. Давайте кейс бригада и откроем 2 оставшихся кейса по 500 рублей. Ну, блин, что-то мне из кейсов не везёт, я вам скажу. Но мне, получается, вчера, то ли позавчера, выпала машина. И мне кажется, что это был как раз-таки тот выигрыш, который мог мне выпасть из этих кейсов 35 тысяч. Ну, так-то очень даже фигово, я вам скажу. Но у нас уже, считай, плюс 444 тысячи рублей. Я вам скажу, это довольно неплохо. Даже где-то 500 тысяч. То есть мы по-любому в плюсе, пацаны. Вот в чём прикол. Так, короче, нам выпадает 3 дня премиума, которые мне нафиг не нужны, как вы понимаете. И последний кейс. На него вся надежда, но мне кажется, всё-таки нам не фартанёт. Короче, давайте всё-таки посмотрим, что нам падает. И нам выпадает, кстати, очень много машин крутится. Нам выпадает кепка UFC. Ну, зачем она мне нужна? Ну, ладно, короче, пофигу. Пускай она мне, так сказать, пригодится. Короче, мы сейчас едем в наш тюнинг-центр. И я вам покажу, какие цены у нас имеются на тюнинг этой машины. Потому что машина так-то довольно неплохая. То есть для новичка, мне кажется, задонатить 2000 рублей и купить эту машину, ну, мне кажется, это просто будет идеально. Короче, заходим сюда, внутренний тюнинг, кейсы с деталями. И они тут стоят по 300 тысяч. Но для этой машины, ребят, это очень дёшево, я вам скажу. Потому что салона, она стоит 3 миллиона рублей. Ну, мне кажется, это очень круто. Так что, ребят, вот такой видеоролик у нас получился. Я надеюсь, он вам реально понравился. Если это так, то обязательно прожимайте свейцарский лайкосик. И подписывайтесь на мой каналчик. Также напишите в комментариях, если вдруг кто-то забрал себе вот такой вот линкольн. Мне будет очень интересно почитать. Ну, а с вами был Бестик, ребят. Всем удачи и всем пока-пока.